Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от двух текстов, это книга «Левит», 12 глава 6 по 8 стих, и 1 Тимофея, 2 глава 15 стих, мы зададимся следующим вопросом. Если жена спасается через чадорудие, то зачем ей совершать очищение? Давайте сначала прочитаем текст из книги «Левит», 12 глава 6 по 8 стих. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она, то есть мать, должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу с кинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившей младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Итак, здесь мы видим, что закон Божий категоричен по этому вопросу, и если женщина рождает, она находится в нечистоте в случае рождения мальчика до сорокового дня, в случае рождения девочки до шестидесятого дня, и потом должна совершать обряд очищения. Но в то же время в первом послании к Тимофею, 2 глава, с 13 по 15 стих, мы находим такие слова. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием». Казалось бы, здесь возникает такое как бы внешнее противоречие. С одной стороны, она как бы спасается чадородием, а с другой стороны, вот именно в результате чадородия она должна проходить освящение и приносить искупительную жертву. С чем это связано? В Псалом, 57 стих, мы здесь находим следующие слова. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Имеется в виду не нравственное преступление отца и матери в момент зачатия, тем более нет никакого нравственного преступления рождать ребенка. Женщина, напротив, спасается через чадородие. Но смотрите, на чем настаивают древние отцы, это и Афанасий, и Феодорит, и Димитрий. «Первоначальным намерением Божиим было то, чтобы мы рождались не через брак и тление. Преступление же заповеди Божией Адамом и Евою вело брак, и поэтому все рождаемые от Адама зачинаются во грехах. Но не брак обвиняет пророк, и не брачное общение, напротив, выставляет на вид беззаконие прародителей. Так как они согрешили, то подпали тлению, а сделавшись тленными, таковых родили детей. И зло для них стало естественным и природным. Ибо в чем человек рождается, того с детства и желает, о том и помышляет, как сказано, прилежит человеку злая от юности его». Это Бытие 8.21. «Поэтому-то мы и не склонны к добродетели, не слушаем добрых увещеваний, а на злое дело весьма скоры, но со всем этим борется рассудок, и, победив, прославляется и украшается». Действительно, отцы настаивали на том, что, если бы не было грехопадения, то характер размножения мог бы быть совсем другой, не связанный с похотью и тлением. И Священное Писание призывает нас и к целомудрию, и даже к полному воздержанию от сексуальных отношений для тех, кто может это вместить. Так, в первом послании Коринфянам, 7 глава, 32 по 38 стих, апостол Целомудрия и Воздержания, первоверховный Павел, пишет «А я хочу, чтобы вы были без забот. Неженатые заботятся о Господнем, как угодить Господу, а женатые заботятся о мирском, как угодить жене. Есть разность между замужней и девицей. Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом. А замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечений». Если же кто почитает неприличным для своей девицы, то, что она, будучи в зрелом возрасте, осталась так, то пусть делает, как хочет, не согрешит. Пусть таковые выходят замуж. Но кто непоколебимо тверд в сердце своем, и не будучи стесняем нуждою, но будучи властен в своей воле, решился в сердце своем соблюдать свою деву, тот хорошо поступает. Почему выдающий замуж свою девицу поступает хорошо, а невыдающий поступает лучше? Здесь апостол проводит как бы сравнение между полным воздержанием и браком. Хотя брак честен и ложе брачное свято, но при всем при этом это соединено с похотью и тлением. Так как понять, что женщина спасается через чадородие? По поводу искупления мы определились. В Ветхом Завете было так. В нашем случае читается молитва на сороковой день на очищение женщины после родов. А почему она спасается чадородием? Потому что эта заповедь дана мужчине и женщине, и женщина непосредственно выполняет ее, когда она рождает детей. Поэтому она и спасается чадородием через послушание Богу. А об этой заповеди мы находим уже в первой главе книги Бытия, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над землей, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». То есть это воля Бога, и это божественная заповедь. И исполняя любую из заповедей Бога, мы идем путем спасения, ибо заповеди даны нам для жизни, а не для смерти. Итак, сегодня мы рассмотрели еще один сложный момент в Священном Писании при сопоставлении двух отрывках, двух текстов. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Субтитры создавал DimaTorzok